То есть ты не мусульманка, верно? Да, я из ортодоксальной христианской семьи, и на самом деле я смотрела многие твои видео. Я встретила тебя на ютубе, и я присоединилась к этой прямой трансляции, потому что у меня есть несколько вопросов, и мне просто интересно. И сейчас я изучаю религию. У меня есть небольшой конфликт по поводу христианства и ислама. Я думаю, что главное, что меня интересует и смущает, это то, что в первой главе послания к галатам говорится. Даже если мы или ангел с небес станем проповедовать вам благовестие Божие, отлично от того, что мы благовествовали вам, то пусть будет тот проклят, потому что Библия – это последнее откровение. Поэтому я спрашиваю, является ли пророк Мухаммад, и я не хочу тебя обидеть, это чистое любопытство. Является ли он лже-пророком? И как нам узнать, что пророк Мухаммад – это пророк от Бога? Хорошо. Но очевидно, если я мусульманин, я верю, что он настоящий пророк от Бога. Да. Но дело вот в чём. Кто написал послание к галатам? Павел. Хорошо. Но это предположение. Хорошо. Давай предположим, что Павел написал послание к галатам. Кто такой Павел? Он последователь Иисуса. Он не очевидец, а просто последователь Иисуса. Встречал ли он когда-нибудь Иисуса, когда Иисус был на земле? Нет. Хорошо. Учился ли он непосредственно у Иисуса? Нет. Хорошо. А ты знаешь, что он видел, когда шёл в Дамаск? Он увидел видение? Он увидел свет. Он увидел свет? А, точно. И он говорит тебе, если к вам придёт ангел света, не верьте тому, что он говорит. Тогда как к нему самому пришёл свет и сказал ему, что говорить. Да. Тебе не кажется это противоречивым? Да, это так. Хорошо. Тогда почему свет вместо Павла надёжен, а свет кого-либо ещё ненадёжен? Знаешь, забавно то, что Павел противоречит сам себе, даже не осознавая этого, что, честно говоря, забавно и смешно. Дело в том, что Павел никогда в жизни не встречал Иисуса. После Иисуса было очень много людей, которые писали Евангелие. Было множество Евангелий. Евангелие Марии, Евангелие Варнавы, Евангелие Фомы, Евангелие Иисуса. Было написано бесчисленное количество Евангелий. И церковь выбрала четыре из них. Афанасия специально выбрала 27 книг для Нового Завета. Итак, то, что церковь выбирает какие-то книги и оставляет другие, это не значит, что это божественное откровение. Что Бог — это тот, кто выбирает что есть что. Авторы тех Евангелий, которые написали Евангелие, никто из них не говорил, что они получили вдохновение от Бога, прямое откровение от Бога. Хорошо. Где авторы Евангелия утверждают, что они получали прямое откровение от Бога? Да, потому что они заявили, что они были вдохновлены Святым Духом. Где? Где они сказали это? Это правда. Нет-нет, я говорю о Евангелии. Авторы Евангелия. Не Павел. То, что утверждал Павел, к ним не имеет никакого отношения. Верно. Это как если я буду утверждать что-то о тебе, когда я пришел позже. Авторы Евангелия не утверждали, что они пишут откровения от Бога. На самом деле, они говорили обратное. Если ты откроешь первую главу Евангелия от Луки, что говорит Лука? Он сказал, что многие люди пытались описать события, произошедшие среди нас, рассказанные нам очевидцами. И мне показалось это хорошей идеей написать тоже. Это то, что сказал Лука. Потому что я был очевидцем всех событий, которые произошли, и по этому поводу я тоже собираюсь написать это. Он не говорил, Бог вдохновил меня написать это Евангелие, которому должны следовать все творения. Он не говорил этого, и никто из авторов Евангелия не говорил этого. Итак, ладно. Во-первых, мы сказали, что Павел противоречит сам себя. Во-вторых, почему мы должны следовать тому, что говорит Павел, когда он выступал против Иисуса. Когда он шел против учения Иисуса, Иисус сказал нам не доверять Ему. Иисус сказал, вы не должны доверять таким людям, как Павел. Ты знаешь об этом? Когда он повелел евреям не следовать заповедям? О, ты знаешь, очень хорошо. Так что хорошо, что ты уже знаешь. Мне даже не нужно говорить тебе, это мне нравится. Это очень известно. Он сказал евреям не следовать заповедям. И буквально Иисус сказал, тот, кто учит вас не следовать закону, не войдет в Царство Небесное. И это буквально то, что делал Павел. Так что Иисус буквально предупреждал конкретно о Павле. И не только это. Павел противоречил сам себе, говоря, следуйте только за мной. Причина, по которой Павел сказал это, потому что, как я сказал, во времена Павла писало много людей. Конкуренция была очень высока. В прямом смысле этого слова. Итак, все писали. То, что хотел Павел, так это то, чтобы люди следовали за ним. Поэтому, если он хочет, чтобы люди следовали за ним, он должен сказать, не доверяйте никому, кто пишет что-то другое. Кстати, его не особо беспокоило будущее. Он заботился только о своем времени, своей церкви. То, что люди не выполняли его приказы, то, что другие люди были несогласны с ним, то, что другие люди писали другие вещи, его беспокоило то, чему он учил. Поэтому он говорил эту чушь. Знаешь, если кто-то напишет что-то другое, вы не должны им доверять. Но он сам не заслуживает доверия. Он не соглашался с учениками Иисуса, Яковом и Петром, и не имел над ними никакой власти. Но они имели над ним власть. Они вызывали его и говорили ему «иди побрей голову», и он следовал их повелению. Они изначально не давали ему положение человека, получающего прямое откровение от Бога, которому нужно следовать. Но это произошло позже, когда церковь внесла эту ерунду в учение Иисуса, где они воздают Павлу такое уважение, почет и следование, которое он не заслужил, которое ему не оказывали даже при жизни. Итак, дело в том, что тебе следует отвергнуть все, что говорит Павел по этому поводу, потому что он изначально ненадежный человек. Не важно, что он сказал о том, чему следует доверять, а чему не следует доверять. Важно то, что сказал Иисус, если у вас есть то, что сказал Иисус. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Но дело в том, что позволь мне сказать тебе кое-что. Давай использовать Библию, в которую ты веришь. Знаешь ли ты, что Библия говорит, потому что пророк... Давай сейчас зададим этот вопрос. Если пророк Мохаммед был не истинным пророком, кем он был? Ну, некоторые люди... Что ж, одна христианская теория говорит, что он мог быть лже-пророком, чтобы отвлечь христиан от христианского представления об истине. Хорошо. Итак, лже-пророк. Что это значит? Он лгал или он учился у сатаны? Что это? Скажем, он лгал или учился у сатаны. Есть ли другой вариант? Нет, потому что нельзя сказать, что он был сумасшедшим или бредил. Любой, кто изучал его жизнь, знает, что у него не было этих симптомов. Он явно возглавлял армию, и он буквально руководил целыми общинами. И это очень нелепое утверждение, которое даже не следует принимать во внимание. Но единственное утверждение, которое можно принять, это утверждать, что он не говорил правду, то есть он лгал, или учился у сатаны, и так далее, и тому подобное. Что также означает, что он в некотором смысле лгал. Итак, дело вот в чем. Хорошо. Или его обманул сатана. Это значит, что он не лгал, а давал учения сатаны. Да, именно об этом был мой вопрос. Хорошо. Итак, во-первых, ложь. Зачем ему лгать? Какова причина его лжи? Итак, с христианской точки зрения, я думаю, что сатана хочет сделать все возможное, чтобы отвлечь людей. Нет-нет, то, что его ввел в заблуждение сатаны, это второй вариант. Я же говорю про первый вариант, где он лгал по определенной причине, без сатаны. То есть какой у него может быть мотив? Верно. Знаешь, в психологии у лжи есть причина. Да. Люди не лгут просто так. Это может быть страх, это может быть выгода, это может быть что-то еще. Но это может быть власть, я не знаю. Хорошо. Он искал власти. Давай проверим эту гипотезу. Пророк, алейхиссарату вассалям, лгал, потому что хотел власти. Хорошо. Пророк, алейхиссарату вассалям, пользовался уважением в своей общине. До неспослания откровения у него было два титула или прозвища. Его звали Садик-Уль-Амин. Честный и заслуживающий доверия. Когда они строили каббу, которое, как они считали, было святым местом Бога, когда у них возник спор о том, кто поместит последний камень, они пошли к пророку Мухаммаду. И он уже имел право голоса в своем обществе. Они пришли к нему, потому что он был надежным и честным. И они уважали его и уважали его решения. И затем он сказал каждой группе, «Держите часть ткани». И тогда он сам положил последний камень. Вот как на него смотрело его общество. Он был из чистейшей линии курайшитов, опекунов Каабе. У него было чистое родословное. Его очень уважали и ценили в обществе. Это было его положение до откровения. Когда он получил откровение, они стали относиться к нему противоположно. И его преследовали в течение 13 лет. Потому что он говорил своему народу не поклоняться идолам и не поклоняться кому-либо, кроме Бога, а поклоняться только одному Богу. Так что он превратился из уважаемого в обществе, заслуживающего доверия и честного человека, в которого пытаются убить, пытаются создать ему плохой имидж и пытаются его преследовать, и пытаются его выгнать. Так что это полная противоположность. И в то время, когда он призывал людей к единобожью, они пришли к нему и предложили ему именно то, что ты сказала. Они предложили ему власть. Они сказали, если тебе нужна власть, мы сделаем тебя царем над нами. Если тебе нужны женщины, мы дадим тебе женщин. Если ты хочешь денег, мы дадим тебе денег. Просто скажи, и мы дадим тебе это. Но перестань призывать людей отказаться от поклонения идолам религии и их предков. И тогда пророк отказался. Он сказал это повеление от Бога. Я следую учению Бога. Это не мой выбор следовать за тем, что вы мне предлагаете. Когда сын пророка, алейхиссаляту вассалям, Ибрагим, умер, сын пророка Мохаммеда, и в этот момент произошло затмение солнца. Люди вообще не сказали, смотрите, это доказательство того, что он пророк от Бога. Потому что когда умер его сын, произошло затмение. И что бы сказал Жец в этой ситуации? Это знак от Бога? Да, именно. Он бы сказал, смотрите, Бог устроил для меня затмение, потому что умер мой сын. И вы, парни, должны последовать за мной и верить в меня. Вот что сказал был Жец. Но пророк Мохаммед сказал прямо противоположное. Он сказал, что это знак Божий, который не случается ни для жизни, ни для смерти кого-либо. Он сказал, если ты видишь это, спеши благодарить Бога и молиться, и покаяться перед Богом. Это не происходит из-за смерти моего сына, или смерти кого-либо, или жизни кого-либо. Да. Итак, Лжец бы принял это. Потому что они ведь уже говорят, что это произошло из-за его сына. Ему даже не нужно делать заявление. Все, что он должен был сказать, да-да, вы правы. Если бы он был Лжецом, он бы сказал, да, конечно, это из-за меня. Поэтому если вы посмотрите на жизнь пророка, алейх салату ассалям, ему было предложено все, о чем ты говоришь. Ему предлагали все. Быть лидером, иметь деньги, иметь женщин, иметь все. Так можешь ли ты теперь, узнав обо всем этом, сказать, что он лгал? Нет. Хорошо, значит, он не лгал. Итак, у нас остается последний вариант. Единственный вариант, который у нас есть. Это то, что он был обманут сатаной. Верно. Хорошо. Библия не согласится с тобой. Могу ли я сказать тебе, почему Библия не согласна с тобой? Да. Потому что в Библии люди говорили об Иисусе, что он от сатаны. Да, фарисею. Верно. Что тогда сказал Иисус, отвечая им? Ты знаешь? Я не помню стих, но я знаю, о чем ты говоришь. Он сказал, как сатана может изгонять сатану? Если в царстве идет междоусобная война, это царство не может устоять. Это значит, он говорит, что сатана не будет учить вас тому, что противоречит сатане. Если это сатана говорит мне это, он не будет говорить то, что я говорю вам, потому что это благое. А сатана учит вас поступать плохо. Поэтому он сказал, что для меня невозможно быть кем-то от сатаны. Итак, пророк Мухаммад, алейсуалату вассалям, пришел к людям и сказал, «Знаешь, все его люди были идолопоклонниками». Нравится ли сатане идолопоклонство, или он ненавидит идолопоклонство? Ему нравится. Так зачем ему учить пророка Мухаммада идти к этим людям и говорить им, «Перестаньте поклоняться идолам, уверуйте в одного Бога, уверуйте в Иисуса, так как мы должны верить в Иисуса, в Моисея и пророка Мухаммада. И поклоняйтесь лишь одному Богу, и не предавайте ему сотоварищей. Будьте добры к ближнему, давайте милостыню, поститесь ради довольства Бога, освобождайте слуги рабов. Не допускайте расизма среди вашего общества. Сатана – это ваш враг. Этому учил пророк. Сатана – это ваш величайший враг. Так что воспринимайте его как врага. Ищите убежище от сатаны каждый раз, когда вы читаете Коран. Сатана был вашим врагом с самого начала, со времен Адама, и Коран рассказывает людям о том, что он их враг и какую тактику он использовал. Будет ли сатана делать это? Нет. Такого не может быть. Если только это не добрая сатана, я не знаю. Может, это сатана, который желает хорошего для людей, понимаешь? Да. Так что ты не можешь сказать, что это от сатаны. Да. Тогда какой отсутствует вариант? Я думаю. Хорошо говори. Фундаментальная вера христианства и то, как оно основано, заключается в том, что Иисус не зашел, он Бог, и он умер за наши грехи и так далее. Мне даже не нужно тебе объяснять, ты уже знаешь это. И очевидно, что ислам пришел на 600 лет позже. У вас есть противоположное убеждение, что Иисус не умер. Думаю, именно тогда я подумал, может быть, это делается для того, чтобы отвлечь людей от истины. Потому что это... Отлично. Но все же это не отвечает на то, о чем я говорил. Так что если это было бы от сатаны... Мы уже установили, что пророк Мухаммад не лгал. Если бы это было от сатаны, то он не учил бы вас хорошим учениям. Если он вводит людей от истины, он не может просто отвлечь их от чего-то одного, а затем учить все остальное, делать добро и верить в Иисуса. Зачем ему учить людей верить в Иисуса и верить, что его мать была праведной женщиной, и что он был мсией, и что у него было чудесное рождение, и что у него будет второе пришествие, и что он вернется. Он бы не обучал этим вещам. Верно. Но дело вот в чем. Где говорится о той вере, о которой ты только что упомянула из уст Иисуса? Что он Бог? Да, что он Бог, и что люди должны поклоняться ему. Это то, что ты сказала. Где Иисус сказал это? У Иоанна есть стихи, но они неоднозначны. Хорошо. Ты согласна, что они неоднозначны? Хорошо. Но есть ли явные стихи о том, что он не Бог? Нет. Хорошо. Позволь мне привести тебя. О, есть, есть. Хорошо. Хорошо. Итак, у вас нет явных стихов о том, что он Бог, но у вас есть явные стихи о том, что он не Бог. И есть явные стихи о том, что он пророк. Так как же Ислам учит тебя чему-то, противоречащему истине? Если он буквально учит тебя тому, что говорил Иисус. Даже в Библии, если ты принимаешь ее. Верно. Потому что Иисус сказал, он поклонялся Богу, молился Богу. И он сказал, что единственный истинный Бог – это Отец. И он сказал, у меня есть Бог, к которому я возвращаюсь. И он сказал, я не знаю часа. И он сказал, Отец, больше меня. И он говорил, «Господь Бог наш, Господь един». Всё только о Боге. Хорошо, тогда почему в Коране сказано, что Иисуса не убили и не распяли? Всё просто, потому что он не был распят или убит. Дело в том, что вся вера христианства не точна. И именно поэтому она сосредоточена на смерти Иисуса. Потому что она основана на чём-то называемом первородном грехе, о которой ты, очевидно, знаешь. И без смерти Иисуса христианство не может функционировать. Да, вот почему они должны были это сделать. Это была основная мысль, которую я пыталась донести. Да, точно, да. Но я хочу сказать, именно поэтому христиане откажутся от всего, кроме как принять идею о том, что он умер. Но дело вот в чём. Мы очень просто говорим людям, что идея, которую вы имеете о первородном грехе, несправедлива и никогда не будет исходить от Бога. Потому что Бог справедливый. Он сказал в той же самой Библии, которую ты читаешь. Сын не будет наказан за грехи своего отца, как и отец не понесёт наказание за грехи своего сына. Итак, если Бог говорит, что он не будет наказывать сына за грехи его отца, и наоборот, никому не будет смысла утверждать, что у нас есть грех нашего отца Адама. Хорошо? И поэтому имеет смысл, что ни один из пророков Ветхого Завета не учил этому учению о том, что вы рождаетесь с первородным грехом, и что кто-то придёт и спасёт вашу жизнь. Вся эта концепция совершенно нелепа. Потому что если бы Бог хотел простить людей, Он бы просто простил их с самого начала и поместил бы их в рай. Зачем ему все эти тысячи лет посылать пророков? И никто из этих пророков не учил ни о троице, ни о том, что Иисус умер за ваши грехи, и ничего подобного. Они обучали их совершенно другим учениям. И вдруг Бог говорит, «Знаешь что? Я решил отправить своего сына насмерть, чтобы простить людей. Но он мог просто простить людей с самого начала и поместить их в рай. Зачем ему вся эта ерунда?» Да, но если забыть о религиозных свидетельствах, таких как Библия и о смерти Иисуса, «Существуют исторические свидетельства о смерти Иисуса». Как нам их опровергнуть? Хорошо. Во-первых, нет очевидцев смерти Иисуса. Мы должны поставить точку. Нет никаких свидетельств очевидцев о смерти Иисуса. Это факт. Я думал, что римляне убили Иисуса. Так разве они не были очевидцами? Нет-нет. Когда я говорю, что нет очевидцев, то есть нет записей или сообщений в истории, которые мы можем проверить, чтобы показать, что есть очевидцы, говорящие это утверждение. Это номер один. Номер два. Когда ты говоришь, что Иисус умер или не умер, а история фиксирует, что Иисус умер, именно об этом говорит Коран. В Коране говорится, что людям показалось, что они убили Иисуса. Хорошо? Да. Если Аллах говорит, что им показалось, то есть я имею в виду, что им показалось, что Иисус умер, тогда совершенно логично, что история записала, что Он умер. Но не только это. Даже если бы им не показалось, историки все равно записали бы, что Он умер, потому что Он человек. И все историки отмечают, что люди умирают. Да. Это как бы очень очевидный момент, который христиане не понимают. Конечно, историки согласны с тем, что Он умер, потому что люди умирают. Историки не пишут чудеса. Они пишут реальность по их видению, потому что они не верят в чудеса. Они не вводят это в историю. Итак, они написали бы, что Он человек, а люди умирают. Поэтому Иисус умер. Нет проблем. Между прочим, было множество людей по имени Иисус, утверждающих, что они божественные, они мессии и все такое. И все они были убиты Римской империей. Он не был единственным. Итак, история фиксирует. Да, был человек по имени Иисус, которого убили. У нас нет с этим никаких проблем. Как я уже упомянул, в Коране говорится, что люди верили, что Он умер. Конечно, история зафиксирует, что люди умирают, потому что люди умирают. Верно. Так что в истории нет ничего, что противоречило бы Корану. И причина, по которой мы верим, что Он не умер, заключается в том, что мы уже можем установить, что пророк Мухаммед – посланник Бога, а Коран – истина. Поэтому, если там говорится, что Он на самом деле не умер, и это противоречит тому, во что верили люди, и они все еще верят в это, тогда мы принимаем Коран за истину, основываясь на доказательствах того, что это правда. Это имеет смысл? Да, это имеет смысл. Итак, я смотрел предыдущее не интервью, а твои ответы на вопросы от Энтони. Я просто переспрошу его вопрос о том, что когда люди выходят из Ислама, почему их наказывают? Если они оставят Ислам, почему они не смогут уйти без наказания? Почему они должны быть наказаны? Да, но тот, кто определяет, что следует делать, а что не следует делать – это Бог. И в повелениях Аллаха, которые Он дает, есть определенная мудрость. Но дело в том, что никто не может знать, вышел ли кто-то из Ислама или нет, пока он не скажет вслух, что он вышел из Ислама. Верно. Откуда я могу знать, что он оставил Ислам? Это что-то в сердце человека, не так ли? Да. Человек должен сказать вслух, «Я оставил религию». Это должно быть произнесено вслух. И когда вы говорите, что вы оставили Ислам, это оказывает влияние на окружающих вас людей. Это оказывает влияние на ваше общество. Это оказывает влияние на окружающих вас людей, которые слышат эту информацию. Это уже не только один человек, ты понимаешь? Да. Это становится общеизвестной вещью. И когда кто-то погибает Ислам, он больше не пребывает. И мы говорим, что наказание возможно только в исламском государстве или в тех случаях, когда применяются исламские законы. Поэтому если он оставит Ислам на этой земле, то он не верит в законы Ислама, и он хочет пойти против всех этих законов. Таким образом, по определению, он хочет вызвать дисгармонию в обществе. Поэтому он хочет сделать все возможное, чтобы другие группы людей также покинули Ислам и объединились с ним. Чтобы они могли восстать против этих правил, которые, по их мнению, не исходят от Бога. Потому что в исламском государстве, в исламском шарядском государстве будут законы. Вы не можете заниматься прелюбодеянием, вы не можете употреблять алкоголь и все эти разные вещи. Если он хочет делать эти вещи, очевидно, что он хочет это делать. Ведь он не верит, что Ислам – это истина. И ему нравятся его страсти. Поэтому он хотел бы предложить все усилия, чтобы вызвать разобщенность в обществе. И это не остановится на нем. Но в Исламе, если кто-то оставит Ислам и хранит это при себе и никому ничего не говорит, для него нет наказания в этой жизни. Ясно. Только в загробной жизни его ждут наказания. Ты поняла суть? Да. Потому что он ничего не исповедует в обществе. На самом деле, во времена пророка были такие люди, лицемеры. Они делали вид, будто они верующие. Но в душе они не были верующими. И у пророка был список их имен. И однажды люди пришли к пророку, алейхи саляту ассалям, и сказали, «Почему ты не убьешь этих людей?» Хорошо? Да. Пророк, алейхи саляту ассалям, сказал, «Я не хочу, чтобы люди говорили, что я убиваю своих сподвижников, своих друзей или свой народ. Это во-первых. Во-вторых, как сказали ученые, это потому, что они внешне показывали, что они верующие. А в Исламе судить можно только по нуждности человека. Вы не знаете, что у них на сердце. Поэтому, если кто-то говорит, что он мусульманин, вы должны признать, что он мусульманин. И вот почему. Однажды на поле боя один сподвижник, и это было на войне, он одолел противника и собирался его убить. И тот человек, которого он собирался убить, сказал, «Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». Но этот сподвижник убил его. И пророк так сильно разозлился, что тот сподвижник сказал, «Лучше бы я принял Ислам после этого случая, не раньше. Потому что после этого случая он простит меня. Но теперь я уже мусульманин». И тогда пророк сказал ему, «Ты что, расколол его сердце, чтобы увидеть, действительно ли он верит, или он говорит это из страха?» Потому что, когда пророк спросил, почему-то убил его, он ответил, что этот человек сказал это для того, чтобы защитить себя. И пророк сказал, «Разве ты открыл его сердце и увидел, почему он сказал это? Его намерение». Итак, дело в том, что судить о людях можно только по их наружности. В исламском, в сириадском государстве, да, существует закон, согласно которому, если кто-то покидает Ислам, и это должно быть публично. Потому что он должен заявить, что он покинул Ислам, иначе мы не узнаем, что он покинул Ислам. И тогда этому человеку, как я уже много раз говорил, дается срок покаяния, и наказывают его государство, а не отдельные личности. Ему дан период покаяния, который составляет минимум три дня. Его просят вернуться в Ислам, иначе он будет наказан. Он может просто сказать, «Я вернулся в Ислам», и всё. Дело в том, что я не верю. Я правда не верю, даже если бы я лично вышел из Ислама, не дай бог. Скажем, я вышел из Ислама, и живу в шариатском государстве. Мне очень легко не быть наказанным. Да, потому что мне нужно хотеть быть наказанным. Мне нужно выйти и сказать, «Мне ничего не волнует. Сейчас же убейте меня, я хочу умереть». Только так это может произойти. С исламской точки зрения, Аллах не пытается наказать людей. Но Он знает, что вызывает сплоченность общества, и что приносит пользу обществу. И Он знает больше, чем мы знаем. И этот закон существует по причине, известной Аллаху. Ас-саляму алейкум, братья и сёстры. Это автор канала Презивдава. Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым, вы поддерживаете исламский дауат. Аллах наградит вас за это. Ас-саляму алейкум.